МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В игре 1-8 финала встречаются москвичи Хабаров Артем и Стенин Сергей против команды из Санкт-Петербурга Ильи Горшкова и Артемия Осипова. Условно говоря, противостояние двух столиц не только нашей страны, но и столиц настольного футбола России. Посмотрим, чья возьмет в этот раз. Традиционное рукопожатие предваряет эту игру. Все тут, судя по всему, любители одеваться в красное, поэтому, когда мы говорим «красное», имеем в виду только фигурки игроков. Не откладывает дело в долгий ящик, красный начинает атаковать и получает гол в свои ворота. Буквально первым же касанием синий просаживает всю защиту красных, и одно касание — один гол. Чем не результат? Надеюсь, что это не обескуражит команду из Санкт-Петербурга, не начинает свою атаку. И думаю, что сейчас игра выровняется, потому что уж больно нервная она оказалась в своем начале. Самый верный способ прекратить это — забить гол. Ну-ка посмотрим, удастся ли это нападающим красным. Да, довольно четко был проведен снэйк-шот. Не оставил он шансов для вратаря, потому что вратарь не закрывал тот угол, куда был нацелен удар. 1-1. Ну что ж, игра теперь пойдет в более ровном ключе. Красный разводит мяч из защиты и моментально забивает гол. Не без удачи. Довольно сложная тут череда рикошетов. Нельзя винить в этом голе защитника синих, потому как уж больно по кривой траектории мяч прилетел в ворота. 2-1. Ответ. Синих не заставил себя ждать. Ровная игра. Защитники не очень успевают за нападающими обоих команд. Хорошее атакующие действия. Так называемый пулл-шот, когда мячик тянется на себя и пробивается. В обводку игроков вратаря. Ответит на это Артем Осипов своим фирменным ударом. Снэйк-шот задней линии через весь стол. Обратите внимание, проворачивается фигурка игрока. Посылает просто убийственной силой мячик в самый центр ворот соперника через все поле. 3-2. Красный снова ведут. Финтит нападающих Синих добивается своего. Он обманывает защитник. Обратите внимание, защитник купился на его движение, отодвинулся и освободил путь буквально по прямой. Пока защита обоих команд не очень справляется со своими вратарскими обязанностями. Но кроме того, вратарь красных еще и забивает. Это дает основания предполагать, что у красных больше резервов для разнообразной игры в атаке. Вот ваш покорный слуга в данный момент пытается с двух рук атаковать. И ему удается довольно неожиданный для вратаря удар. Видите, вратарь не был готов к тому, что мячик в одно касание будет послан. Довольно пассивно наблюдал вратарь Синих за перемещением мяча. Был наказан за это 4-3. Ведут красные. Ответная атака Синих начинается из вратарской. Сергей Стенин теряет мячик буквально в пустом месте. Еще одна потеря, и она заканчивается довольно досадным голом. Что-то пора уже проснуться по вратарю Синих, если он хочет добиться победы в этом матче. Теперь двойная нагрузка ложится на Артема Хабарова. Он должен забивать буквально в каждой атаке. Он делает это очень элегантным, четким движением. На противоходе поймал он игрока защиты. Видите, только отклонился немножко от траектории защитника. Сразу же был мяч постным в эту образовавшуюся брешь. Ответный удар достигает цели. Буквально с настоящим задором нападающего играет сегодня Артемий Осипов. Даром, что стоит в защите. Вот бы такой задор его оппоненту, потому что пока Артемий Хабаров работает за двоих. Подготавливает свою атаку, выводит мячик в нужную точку. Тот же самый обманный удар. Здесь отчасти уже, конечно, вина и Артемия Осипова. Он постоянно забывает вот об этой траектории. Оставляет открытым просто прямую дорогу в ворота. 5-6. Ключевой момент. Либо игра закончится по-быстрому победой красных, либо она будет довольно нервной и с непредсказуемой концовкой, если сейчас удача будет на стороне синих. Сергей Стенин разводит мячик. Пытается пробросить его своему нападающему вперед, но этот пас был прерван нападающим красных. И он также продолжает успешно обороняться от атак синих в центре поля. Мяч опять в защите синих. И, наконец, ключевая потеря, потому что так нельзя действовать на счете 6-5. Отдавать судьбу игры в руки соперника, точнее, в правую руку. 7-5. Первый сет остался за командой Санкт-Петербурга. Надеемся, что напряженная борьба продолжится и во втором сете. Второй сет игры. Мячик на раздаче у красных. С левой руки атакует Илья Горшков. Вообще, левши имеют некоторые преимущества. Как в любом спорте, неожиданные действия, которые правом не свойственны. В частности, в настольном футболе от атака с левой руки дает определенного рода преимущество игрокам, левшам. Позволю себе продолжить рассказ о настольном футболе, как о спорте. В 60-е и 70-е годы в США в настольный футбол пришли кое-какие деньги. Производители столов стали спонсировать местные соревнования. Стали появляться довольно существенные призовые. И лучшие спортсмены стремились к тому, чтобы выяснять, кто самый лучший, допустим, в Соединенных Штатах или в мировом масштабе. Но с этим возникли существенные осложнения. Прежде всего, столы в разных странах серьезно различаются конструктивно. И это очень влияет. И влияло на манеру игры. Стайлы различаются как покрытием игрового поля, так и размерами фигурок и мячами. Условно говоря, можно разделить все столы на медленные и быстрые. На быстрых столах со стеклянным покрытием мяч из пластика быстро скользит и легко поддается игре в одно касание. Здесь, прежде всего, важна скорость, быстрота реакции и умение хорошо читать игру на скорости. Мяч на острие атаки синих. Удар и гоу. Казалось бы, посмотрели на повторе. Один и тот же удар и все время покупается на него защитник. Но в этом и сила настоящего нападающего. Он может себе позволить делать одно отработанное движение раз за разом и все равно будет приводить к результату. Синие повели. А мы вернемся к рассказу о столах. Итак, условно говоря, быстрые столы – это производители из Италии, из Соединенных Штатов. В то же время существует совсем другой тип настольного футбола на столах с медленным покрытием, где мячик постоянно залипает. Очень удобно его контролировать, он никуда не ускальзывает от тебя. Вместе с тем будет чрезвычайно сложно играть в одно касание. Речь, прежде всего, идет о столах французской системы. А нынешний этап проходит на столах, которые позволяют демонстрировать, в общем-то, всю технику. Кто чего умеет, тот тем и может воспользоваться для достижения победы. Собственно, чем и занимается нападающий красных. Отличный пуш-шот. Мячик прокидывается мимо защитников и посылается в дальний угол. Вратарь не успевает среагировать. Хрупкое равновесие в матче 1-1. Атака синих прерывается в самом зародыше. Большое удачное действие нападающего. Он прочитал траекторию полета мяча и просто подставил в нужное место и в нужное время своего игрока. Обеспечим тем самым быстрый гол. Ну и не обошлось, разумеется, без везения. Итак, 2-1 повели красные. И самое время синим предпринять какие-то слаженные командные действия. Допустим, защитник должен стремиться отдать пас на своего нападающего. Но мяч потерян. И опять в атаке защитник красных. И он реализует свои возможности. Забивает очередной снэкшот в задней линии. Технически сложный. И опять же, не без везения, забитый гол. Синим просто необходимо наладить более четкую игру в защите. И если она состоится, тогда победа будет в их руках. Потому что их нападающий очень хорош. Артем Хабаров забивает гол за голом. У него очень высокий процент попадания. Думаю, что он вправе рассчитывать на результат с такой игрой. 3-2 красные по-прежнему ведут. Но он намечает некий перелом в игре. И если сейчас не послед, как это кардинальное улучшение игры со стороны обоих защитников, то по-прежнему весь матч будет в руках нападающих. Кто из них больше нас забивает, грубо говоря, того и победа. Красные бросаются в атаку и забивают сами себе. Натуральный автогол. Мячик, к сожалению, выскользнул из-под ноги. Защитник не был готов к этому. Ну что ж, удача улыбнулась синим в этот раз. Счет равный. И команда красных просит тайм-аут. Меняется местами. Такое право есть после каждого забитого гола или во время перерыва. Игра возобновилась после технического тайм-аута. Игроки красных поменялись местами. В попытке как-то обновить игру, придать и новый импульс. И, в общем-то, у этого положение делает свои сдержки. В частности, Илья Горшков не так хорош в защите. Это подтверждается тем, что он пропускает довольно несложный гол. Но очень быстрый от нападающих синих. Инициатива вновь перешла к москвичам. Надеемся, что план красных принесет свои успехи. И, да, Артемий Иосипов забивает очень уверенный пуш-шот. Проталкивает мяч мимо защиты. И восстанавливает равновесие. Игра как на качеле. Ход гола к голу. Совершенно непонятно, чем все это закончится. У левши в защите красных есть проблемы с кистевыми ударами правой. Поэтому он предпочитает играть в одно касание. Скорее посылает мяч на удачу. И, в общем-то, не справляется с своими обязанностями. Пропускает досадный гол через все поле. Важнейший гол забивает Сергей Стенин, защитник москвичей. Он очень приближает свою команду к тому, чтобы взять этот сет. Игра идет как на качелях. Атака красных сзади. Перехвачит мяч. И он в атаке у синих. В этом плане настольный футбол очень динамичная игра. Вектор атаки постоянно перемещается от поля к полю. И сейчас пошла очень нервная игра. Явно, что нервы уже на пределе игроков. Каждое неверное касание может обернуться потерей всего матча. В этом плане хладнокровие Артемия Осипов просто поражает. Он делает безупречно все техническое участие. Забивает важнейший гол в этом матче. Не только восстанавливая равновесие счета. Но, прежде всего, возвращая психологическую уверенность в свою команду. 5-5. И мяч во владении защитника красных. Он отчаянно пытается вынести его из своей зоны. Дать пасовому нападающему. Но все это перекрывается нападающим синих. Очень рискует защитник красных. Такими вот действиями довольно авантюрными. Но у него небольшой выбор. Это то, что он в состоянии предоставить своей команде. И также везет красным. Мячик рикошетит с удара левой рукой. Рикошетит у своего же игрока на правой. И закатывается в ворота. Как-то даже издевательски неспешно. Матч болу красных. Они могут решить судьбу всего матча одним ударом. Мяч под контролем защиты синих. Разводка и потеря. Очень досадно и очень не вовремя. Явно это следствие психологического напряжения игроков. Посмотрим, чем может ответить нападающий красных. Сможет ли он справиться со своим волнением. Да. Ему удалось забить победный гол. Великая его радость. Давайте посмотрим на замедленном повторе, как был произведен этот удар. Итак, со счетом 7-5 побеждают команды из Санкт-Петербурга. Да, сегодня москвичи уступили Санкт-Петербургу. Досаднейшее поражение для легенды российского футбола Хабарова Артема, ну, добывает. Мы смотрели этап чемпионата России по настольному футболу на спортивном канале Сем ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok